Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к Галатам. Сегодня перед нами третья глава стихи с 15 по 22. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком, утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени Твоему, которая и есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукой посредника. «Но посредник при одном не бывает, а Бог один». Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение послания апостола Павла к Галатам. И сегодня перед нами 3 глава, стихи с 15 по 22. Вообще, 3 глава очень важна для, во-первых, данного послания, для раскрытия его сути. И в целом 3 глава раскрывает нам очень важные детали в учении о спасении. Как мы спасаемся? Посредством чего? Какую роль в нашем спасении играет вера в Господа Иисуса Христа? Какую роль играет закон Моисеев? Вот в 3 главе во многом на эти вопросы мы получаем исчерпывающий ответ. Итак, апостол Павел говорит, «Братья, я говорю про осуждение человеческому, то есть не как заповедь, а как логика, понятная человеку и в быту нашей повседневности используемая. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему». Действительно, в нашей практике, здесь, в нашей жизни повседневной, мы знаем, что из завещания, и действительно, к нему никто не имеет права ничего прибавить после смерти завещателя. Если было нечто сказано некогда, после смерти завещателя это вступает в силу, и мы не можем прибавить к завещанию, к тому, что было когда-то сказано, ничего. И это практика человеческая. Даже человек понимает, что здесь мы не можем ничего ни приписать, ни тем более не можем отменить написанного. И это человеческая мысль. Это даже не откровение Божие, не заповедь, не закон. Это логика. Это человеческое рассуждение. И далее апостол Павел переносится на века назад, во времена Авраама, и говорит, «но Аврааму даны были обетования и семени его». Да, обетования. Некие обещания, некий завет. Обещание, как завет со стороны Бога по отношению к человеку. Что же было сказано Аврааму, Богом? Было сказано, дано некое обетование ему, Аврааму. И, внимание, семени его. Семени стоит в греческом оригинале, слово в единственном числе. И здесь, в нашем переводе, мы тоже видим единственное число. Семени одному. Немногим семенам. Одному конкретному семени. Не сказано. Апостол Павел поясняет дальше вот это единственное число, понимая, что его могут не заметить, не понять. Он поясняет. Не сказано и потомкам. То есть он уточняет, что это сказано не про последующих людей, а про конкретное семя. Как бы о многих, но как об одном и семени твоему. Так что же это за семя? Апостол отвечает. Которое есть Христос, то есть обещанный Мессия. Обетование, данные Аврааму, о том, что в его семени все племена земные наследуют землю обетованную, то есть рай, если мы будем аллегорически толковать, и типологически, любое толкование приводит нас как раз-таки к дверям рая. К тому, что обетование Аврааму это не проземное обитание, не проземную географическую территорию, хотя и про нее тоже, но это лишь часть обетования. В будущем это как раз-таки дарование небесного царства всей земле. Так через кого? Всем племенам через кого? Через семя. Обетование это было дано Аврааму и семени его, то есть Моисею. Не Моисею, а Мессии. Я говорю, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, так, чтобы обетование потеряло силу. Итак, Аврааму, который родоначальник израильского народа, в котором появились все пророки, включая Моисея, вот Аврааму и семени его, то есть Мессии будущему, было дано обетование. Так вот, закон, который явился спустя 4 века, 430 лет, говорит апостол Павел, после этих событий, он не может отменить, прибавить или убавить что-то, что было дано еще Аврааму. Это обетование непреложно и его не изменить, и закон не может его перечеркнуть, превысить или, наоборот, принизить, уменьшить и так далее. Обетование сохраняет силу. Обетование было дано Аврааму и семени его, то есть Мессии, то есть Господу Иисусу Христу. Обетование о спасении, об окончательном спасении, дано Аврааму и семени, то есть Мессии. Закон, пришедший, не может отменить того факта, что спасение даровано Мессии. Поэтому закон не может дать такую праведность, которая бы оправдала человека пред Богом. Об этом и пишет апостол Павел, ибо если по закону наследство, то не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Скажем так, для чего закон тогда, говорит апостол? Логичный вопрос. А зачем закон был? Да потому что преступления появились. И ради преступления, ради того, чтобы человек увидел границы дозволенного, он увидел свою греховность, появился закон. До времени пришествия семени преподан через ангелов рукой посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Нет, он не противен обетованиям Божьим. Он не входит в противостояние с тем, что было сказано Аврааму и его семени, то есть будущему, грядущему мессии. Нет. Значит, закон не может животворить. И апостол говорит, если бы закон был, который может животворить, то подлинно праведность была от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. То есть, приступая закон по Писанию, в Ветхом Завете читаем, проклят всякий, не соблюдающий слова сии. Приступая закон, написанный в законе Моисеем, приступая заповеди, не соблюдая заповеди, ты попадаешь под проклятие самого закона. Поэтому закон заключает всех под грехом, чтобы обетование исполнилось исключительно по вере в Иисуса Христа. Соответственно, только через веру в Иисуса Христа мы становимся наследниками обетований, которые даны были Авраму, обетований о спасении. Поэтому спасение мы обретаем только через Мессию. Мы должны поверить в том, что Господь наш Иисус Христос, истинный Бог, истинный человек, родился от Пресвятой Богородицы, Преснодевы Марии и принес свое учение Евангелия, умер за нас на кресте и через три дня воскрес и воссел Одесную Престола Божия. Вот если я верю в такого Христа, я верую, что Он умер за меня на кресте, то я становлюсь наследником обетования. Но вопрос в том, когда я вступлю в права своего наследства, а вот это, дорогие братья и сестры, уже вся наша жизнь. Мы должны исполнять, у нас есть закон Моисеев, он нам важен и дан нам, мы видим направление пути, мы видим, как нужно служить Богу, как сохранять Его благодать, как жить в Его призвании, в Его присутствии. Через веру во Христа мы получаем возможность быть наследниками обетований, через закон Божий, в том числе закон Господа Иисуса Христа, закон любви и благодати, через исполнение закона этого мы актуализируем свое наследство. Но без Христа, без веры в Него исполнение закона не вводит нас в присутствие Божие. Вот в чем вопрос и вот в чем ответ апостола Павла сегодня. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем молиться и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с Его страницей обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok